ВТП в Российской Федерации и сейчас я хотел бы представить руководство внешней торговой палаты и коллеги расскажут вам о ситуации в Российской Федерации. Руководитель внешней торговой палаты в России расскажет вам о самых важных результатах опросов членов внешней торговой палаты и после того, как основные результаты будут представлены, я надеюсь, у вас будет время для того, чтобы задать, как я надеюсь, многочисленные рассказы. Ну а теперь я хотел бы передать слово Матеусу Шайпо. Здравствуйте, доброе утро, дорогие коллеги. Я вижу здесь много знакомых лиц. В самом начале я хотел бы рассказать про ситуацию с деловым климатом в Российской Федерации. Примерно 141 предприятие приняло участие в этом вопросе, что является своего рода рекордом, и это доказательство того, что по-прежнему активность немецкой экономики в России достаточно высока. Это по-прежнему означает, что внешняя торговая палата это очень важный элемент, и палата постоянно растет, увеличивается количество членов в то время, как количество членов в других союзах не растет как минимум, а то и уменьшается. Надо сказать, что это связано с тем, что, с моей точки зрения, какие-то вещи мы делаем более правильно, и так, например, в прошлом году внешнеторговая палата приобрела новую недвижимость на общую сумму 4,5 миллиона евро, и это очень важный знак того, что немецкая экономика верит в российский рынок. Это означает, что мы здесь не только были, но и будем, будем оставаться. Итак, мы провели опрос среди наших компаний, и мы попытались выяснить, как они оценивают деловой климат в Российской Федерации. Это примерно то же самое, что мы делали на протяжении последних лет. 27% оценивают развитие как позитивно, 43% не видят изменений, а все вместе дает 70%, 30% считают, что изменения скорее носят негативный характер, и если хотите, это, в общем, та же самая ситуация, которая была в прошлые годы, может быть, наметилась слегка позитивная тенденция. Немецкая экономика в Российской Федерации удается, несмотря на сложную конъюнктуру, несмотря на сложную ситуацию расти, немецкий бизнес в России развивается, даже несмотря на, может быть, не самый лучший политический климат между Россией и Западным. Это наполняет нас оптимизмом, и я хотел бы также привести некоторые данные по прошлому году. В 2018 году нетто совокупные инвестиции немецкого бизнеса в России составили 3-2 миллиарда евро. то есть это касается и инвестиций, которые пришли в Россию, и за вычетом тех денег, которые немецкие компании выявили из России. То есть это самый лучший показатель за последние годы, это самый лучший параметр после окончания существования Советского Союза. Только один раз эта цифра была значительно больше в 2007 году, но это было обусловлено сделкой ИОНа и Роргаза. Ну, а теперь я хотел бы передать слово президенту внешнеторговой палаты доктору Райану Розеле. Здравствуйте. Спасибо, господин Шерп. Я тоже хотел бы поприветствовать всех собравшихся на этой пресс-конференции здесь, в Москве. Если посмотреть на результаты опроса, то мы видим один однозначный результат. Немецкий бизнес по-прежнему заинтересован в России. Немецкий бизнес ратует за партнерство с Российской Федерацией. Немецкий бизнес заинтересован в том, чтобы улучшились рамочные условия, которые могли бы стать платформой для расширения вовлеченности немецких компаний в активность на территории России. 39% опрошенных готовы сделать инвестиции на территории России. Причем все это, несмотря на очень скромный рост на рынке, несмотря на, может быть, неоптимальные рамочные условия, которые существуют сейчас, учитывая американские санкции. И примерно 400 миллионов евро – это общий объем. И 39%, хочу еще раз подчеркнуть, в прошлом году это было 30%. 39% готовы инвестировать. Ну и как можно это интерпретировать? Это можно интерпретировать посредством того, что немецкий бизнес привык к тем условиям, которые существуют на российском рынке, и теперь они готовы проявить большую активность. И здесь, в общем-то, есть определенные примеры. Так, например, новый миллиардный договор с «Газпромом», нашего концерна, я думаю, что эту цифру тоже вскоре можно будет учесть в следующем опросе. Так что это не только миллиардный контракт «Рургаза», это и новые контракты на значительные суммы, которые должны улучшить эту статистику. Итак, что, собственно, является тем, что вам мешает в большей степени, когда вы говорите о российском бизнесе? Такой вопрос мы задали немецким компаниям. Что мешает вести хороший бизнес? Может быть, не так много таких факторов, иначе такой активности немецких компаний здесь не было бы. Ну, конечно, санкции американские, санкции ЕС, означают миллиардные потери для немецких компаний. И здесь мы можем сказать, что у нас очень давняя традиция экономических взаимосвязей с Российской Федерацией. И есть интерес к тому, чтобы на этой исторической платформе развивать наше сотрудничество. И немецкие компании пошли здесь своим путем. Надо сказать, что влияние санкций является контрпродуктивным. Но, тем не менее, участники опроса, 93% наших членов, и это очень серьезная цифра, 93% высказались за то, что санкции должны поэтапно или сразу быть отменены. Они хотят вернуться к тем временам, когда экономическая ситуация не была омрачена этими санкциями. Эти санкции мешают их бизнесу, и надо сказать, что они хотели бы, чтобы отмена санкций стала и политической целью, потому что немецкая, российская внешнеторговая палата с самого начала высказывалась против санкций, и в данном случае немецкие компании только подтвердили, что эта мысль абсолютно верна. Я думаю, Матиас Шепп может сказать пару слов на эту тему. Да, я хотел бы кое-что добавить по поводу этих цифр. Во-первых, то, что касается непосредственно опроса. Наши компании понесли определенную потерю. Общая сумма упущенной выгоды оценивается в 1,1 миллиарда евро. Это та цифра, которую назвали нам наши члены. Всего у нас порядка 900 членов из 4679 компаний, которые вообще представлены здесь в России. И если все это умножить, то мы поймем, что, скорее всего, совокупные потери – это уже двузначные цифры, которые выражаются миллиардами евро. В следующий момент, санкции, вне зависимости от того, в какой форме они существуют, они не всегда соответствуют тем политическим результатам, которые были бы желательны. И, с нашей точки зрения, санкции влияют на то, что развитие экономики ухудшается. Но, с другой стороны, это вызывает определенную реакцию и здесь, в России, здесь растет экономический протекционизм, который с нашей точки зрения нежелательный. Есть другие моменты, которые называют наши респонденты «Права человека», «Экономия» или же «Права человека». Мы не думаем, что удастся добиться прогресса по этим направлениям, если обе стороны будут снова и снова переходить в новые витки этой спирали этих санкций. Понятно, что есть определенные вопросы вокруг Украины, которые требуют политического решения. Но, хотелось бы, чтобы это не оказывало такое влияние на экономику. Ну что же, когда мы говорим о санкциях, это не только экономические санкции. В последнее время мы видим, что санкции в значительной степени затрагивают проект «Северный поток-2». И результаты этого опроса меня, честно говоря, не удивляют. Опрос однозначно говорит о том, что проект «Северный поток-2» — это экономический проект, а не политический проект. Говорить, что это политический проект, это была бы неверная интерпретация. И если посмотреть на это с политической точки зрения, то мы видим, что очень часто смешивают экономическую политику и санкционную политику. И поэтому я хочу еще раз указать на то, что существует ярко выраженный экономический интерес в развитии проекта «Северный поток-2». Российская Федерация доказала, что она может обеспечить постоянное снабжение энергетическими ресурсами, 25% до 30% поставок в Европу — это поставки из Российской Федерации. И есть определенные транзитные сборы, это Польша, это Украина. Вот только два примера можно назвать. Есть поставки американского газа. Это другие интересы, которые влияют на развитие данного проекта. Собственно, это причины, которые приводят к тому, что существует много противников этого проекта. С другой стороны, экономическая, энергетическая безопасность Германии — это политическая задача Германии. И здесь не хотелось бы политизировать, тем не менее, этот вопрос избыточно, потому что этот проект необходим, необходим для Германии. И если посмотреть на факты, то все говорит само за себя. Германия хочет отказаться от экономики, которая главным образом черпает энергию из угля. Если мы действительно собираемся пойти по этому пути, то возникнет вопрос, каким образом будет выглядеть энергоснабжение Германии в будущем. Мы не хотим атомной энергии, мы не хотим угля. Однако мы знаем, технические специалисты говорят об этом всегда, что сейчас Германия еще не готова перейти исключительно на солнечную энергию и на ветровую энергию. И вряд ли это будет возможно в обозримом будущем. Соответственно, нужно создать определенный энергетический микса, который будет обеспечивать стабильность. И когда 40% парков производителей в будущем станет потенциалом для производства инвестиций Германии, и, соответственно, газовой промышленности Германии усиленно инвестировать в этот вопрос, где и нужен проект Nord Stream 2, я четко хочу вам сказать, как раз переход, который мы видим сейчас в Германии в генерации электричества требует дополнительные объемы через Северный поток 2. И чтобы не говорили, уважаемые дамы и господа, я полагаю, ориентироваться надо на свободные рыночные силы, когда речь идет о том, что хочется получить какую-то долю на рынке, и ни в коем случае не следует использовать санкционную политику для того, чтобы получить какой-то выигрыш. Вот это по теме Северный поток 2 вы видите, 93% германской экономики высказывается за этот проект. Это четкое высказывание. Мне бы хотелось кратенько представить вам результаты, связанные с политическим ингажементом, экономически-политическим ингажементом Германии в России. Мы, например, задавали вопрос, а вот наши предприятия, члены нашей палаты, желают ли они, чтобы Германия станет странным ее партнером крупнейшей страны, где проводятся экономические выставки, а в России такие выставки проходят по традиции Викторинбурга, эта выставка-ярмарка проводится уже больше 10 лет, существует институт партнерских стран. Пока Индия, Китай, Япония и Корея, мы очень скиднически, наоборот, мы желаем, чтобы Германия в собственном интересе гораздо, гораздо чаще показывала бы свой флаг и не оставляла бы все поле азиатским конкурентам. Мы задавали вопрос, желаете ли вы участие на высшем уровне, то есть на уровне канцлера, на уровне федеральной канцлера Ангела Мергеле, на крупнейших российских экономических форумах, как, например, Петербургский экономический форум. Вы знаете, что на Петербургском экономическом форуме присутствовали и другие страны с санкцией, как Франция, Италия, Австрия, Япония, в прошлые годы были представлены на самом высоком уровне главами государств и главами правительств Себастьян, Австрийский, Себастьян, Кернин, в прошлом году Макрон, неоднократно Шинсо Абе, японский премьер-министр. Чтобы позитивно сказать, мы, конечно, радуемся, что в этом году, когда приехал федеральный министр экономики Альтмайер был представителем федерального правительства в официальной программе вместе со своим российским коллегом, министром экономики Максимом Орежским, прописал меморандум и протокол о намерениях о германо-российском сотрудничестве для ЕКВМС. И члены нашей палаты желают, чтобы это происходило и на уровне ведомства федерального канцлера, чтобы показан был флаг. 87 процентов, а 30 процентов не разделили это мнение. И сейчас я хочу опять передать слово доктору Зейле, и мы уже сейчас рады, что вы будете задавать критические вопросы. Уважаемые дамы и суббота, германская экономика заинтересована, чтобы в сотрудничестве выходила за пределы просто кооперации с Россией. Когда я смотрю на результаты опроса, я вижу, что гораздо все больше и больше членов нашей палаты, разных компаний, высказываются четко в рамках нашей политики, что Евразийский экономический союз все больше должен был попадать в область внимания, мы должны поставить это в фокус нашего внимания, для того, чтобы там интенсировать комплексы в России. Я хочу напомнить вам о том, что президент Путин, когда он был в Германии и присел в Германии, начал с очень примечательной исторической рочи, и он высказал предложение, которое обладает высоким интересом для экономики, создать зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. И если представить себе это чисто экономически в мире, когда мы все больше видим ограничений, мы видим припредственно пути свободной торговли, вот эта мысль для представителей экономики является очень привлекательной. и мы считаем, что это не просто пустые слова, мы убеждены в том, что это опция, которая весьма интересна для германской экономики, и мы сейчас начинаем работать над ней все более интенсивно. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы закончили обзор результатов опроса. Более подробное изложение вы найдете в тех материалах, которые мы для вас показываем. А кроме того, вы можете ознакомиться с работой в российско-германской внешнодорговой палате и ее позиции по северному полюсу. Представление главных результатов, ключевых результатов опроса по деловому климату подошло к концу. Сейчас мы переходим к нашему блоку с вопросами. Вопросы вы можете задавать как на русском, так и на немецком языке. Прошу. Wer hat Fragen? Wer möchte anfangen? Eine Frage hier vorne. Спасибо большое. Дина Кренникова, агентство Bloomberg. У меня вопрос, господин Узеля. Ожидает ли он, что позиция Дании может замедлить запуск проекта Северный поток 2? Может ли он быть запущен не в конце 19-го года? Как сейчас предполагается, а позже. Спасибо. Это теоретическая возможность, я с вами согласен. В настоящее время компания Северный поток 2, они могут выполнить, соблюсти план времени. Мы не знаем, когда будет представлено разрешение. И, конечно, в печати мы видим множество комментариев, четких, что некоторые государства радуются тому, что якобы датские власти это затягивают. Но я не могу это подтвердить. Сама процедура выдачи разрешения профессионального существования и, соответственно, власти, отвечающие за охрану окружающей среды, проверяют сейчас, представлены ли компании Северный поток 2 документы, связанные с охраной окружающей среды. И нам надо просто подождать, когда датские власти, как они будут обращаться с этой заявкой, чем позже будет предоставлено это решение, то, конечно же, замедление приемка мускоплотации этого трубопровода может стать реальностью, но насколько это все действительно потом станет действительностью, подтвердить не могу. У меня вопрос о проймах, 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 вот эти требования четкие, увеличить активность в России, эти требования, а их слышат ли в Берлине? Я полагаю, если посмотреть на весь мир, то приходится говорить, во-первых, что мир все больше становится и стал уже неуютным. И стал такой вещью, где гораздо меньше стало четких констант. Германия и Европа находятся в ситуации, когда базовый союзник и, собственно, руководитель западного блока Америка все больше реагирует на все более протекционистски. Это не отвечает интересам экономики и Германии в целом. Мы, в общем-то, чемпион по экспорту, американский президент, его решение не представляется нам разумным, и его присказка «Моя дорога самая главная», а вы все к черту проваливаются. И второй есть фактор – Китай. Это поднимающаяся держава, чтобы стать великой державой. С разной скоростью происходит этот процесс, но, тем не менее, подъем на уровень великой державы. Китай все четче проявляет свои экономические константы в европейских столицах. За последнее время это все четче понимается, что проект Сизепина, «Китайский шелковый путь» не является проектом «Каритас» для прожелательства. Он продиктован геополитическими интересами. И там речь идет о жестких экономических интересах. Сметоконселяция, которая все четче и четче проявляется, автоматически приводит к большему пониманию того, что с другой великой державой, а именно России, в таких областях, как атомная энергия, все большее сельское хозяйство, она все там становится великой державой, все в большей степени следовало бы и обо всех политических дефекциях, в том числе на Украине, в Сирии. Надо разобраться и рационально найти взаимопонимание, пометуя свои добрые интересы. Я хотел бы кратко подкомендировать. Я полагаю все-таки, что голос немецкой экономики в Германии слышат и поддаю внимание, голос германской экономики становится как четкое политическое послание из Германии поясна. Нам требуется политическое развитие на фоне конструкции для того, чтобы постепенно можно было бы говорить о постепенном снятии санкций. И тут, конечно, наше же желание заключается в том, что мы не только в направлении Берлина четко высказывались, чтобы мы, конечно, получили бы и поддержку там от наших партнеров и друзей в России. Дело в том, что в этом случае приходится говорить не текстрифом тэнго, и надо подождать, как даже третья сторона, а именно Украина, здесь в конечном счете продемонстрировать большую готовность к компромиссам для того, чтобы в конечном счете во всей этой конфликтной ситуации можно было бы добиться какого-то единодушия. Буквально два предложения. Подписание заявления о намерении наших двух министров экономики на Петербургском экономическом форуме является четким сигналом того, что Берлин также подходит к консенсификации взаимы экономики. Петр Айнмайер за год четыре раза приезжал в Россию. Он присутствовал в Германии на крупной конференции нашей Платы, где присутствовало более пятисот процедурных кампаний. Он исполняется с Максимом Морежниковым, своим российским коллегой. Четыре года тому назад такое себе и представить было невозможно. Я так полагаю, что только тогда прогресс будет в Санкт-Петербурге, если российская сторона будет готова пойти на все регионы. Когда я смотрю на последние решения после президентских выборов на Украине, я не могу сказать, что российская сторона готова на какие-то послабления. Я так полагаю, что делегация, которая была здесь недавно из Берлина, в Среча Бострова, у меня не было впечатления, что российская сторона действительно заинтересована в диалоге. И мне сказали об этом представители буржуазных партий, гражданских партий, как вы при этом знаете, нам требуется действительно готовность к каким-то послаблениям, а не только на словах. Только при этих условиях возникнет возможность, что назад пойдут санкции. российские представители... Я только два слова скажу. Дело в том, что мяч оказывается на плях разных сторон, и это относится к Вашингтону, к Москве, к Брюсселе, к Киеву. И оторваться от этой игры чрезвычайно важно. И это важно для всех, которые анализируют игру, которые внимательным взором следят за этим. И не только за той риторикой, но и за тем, что происходит за курицами. И здесь пока еще довольно жестко идет игра. Конечно же, мы комментируем не каждое передвижение фигур на шахматной политической доске, но я уже говорил сегодня, что обоюдные санкции, собственно говоря, не приводят к тем политическим отношениям, которые желательны в мире, которые желают, например, представители германской экономики, работающие в России. Я хотел бы вот о чем сказать. «Относительно слабое экономическое развитие в США слишком близко к губам выступающих держат микрофон, и его мы плохо слышим в наш микрофон. Он высказывает о том, что развитие экономических отношений между Россией и Германией связано в том числе и с достаточно слабым экономическим фоном, собственно, в России. С одной стороны, ясно, что здесь экономика в слабом состоянии. И те, в замечательной с точки зрения условия макроэкономических правительства со стороны Центрального банка, экономики, которая обеспечивала 5 миллиардов евро, собрала 500 миллиардов евро резервов. Мы все это находим замечательно. Это великолепно. И мы четко видим сильнейшие дефициты в конкретной экономической политике в стране. И она препятствует инвестиям. Она выдает неверные сигналы. Роль государства снова растет. Открываю кавычки, закрываю кавычки. И, соответственно, вписывается в общие протекционисты рамки. Вы найдете отражение этого слова в нашем опросе КНД, который носился по всему миру. И чаще, чем наша камера говорила, Россия является своей страной, где вы можете зарабатывать хорошие деньги. Вы инвестируете сотни миллионов ваших и миллиарды ваших в Россию. И то, что с ним случилось, это плохой пример. Пункт другой. Экономическое положение слабое. Вы видите решение, отражение этого в нашем вопросе. Но в том пироге, который только потихоньку стоим, мы много производим. Дело в том, что наши предприятия современнейшие технологии сюда приносят. Здесь, они в России используют потрясающих менеджеров. Наши предприятия растут по обороту и по объемам против общественной на рынке. Именно поэтому, и вы видите это в результате опроса. И опрос прошлого года. Я считаю, что это плохая, но если заключить рукава, то таким предприятиям по сумме их дела в России хорошо дела. Я хочу дополнить. Вы одно не назвали. Китайский фактор и торговый оборот с Китаем растет тоже очень позитивно. Мы не можем не замечать этого процесса, потому что это идет за счет немецких компаний. За счет немецких компаний практически сейчас развивается китайский бизнес и активность китайских компаний. Посмотрите, как сила Сибири приветствуется в Китае и какая дискуссия ведется вокруг Северного потока-2. Я хотел бы еще один уточняющий вопрос задать. Что бы вы делали иначе, чем это делают Набиуллины и Орешкин в российской политике? Но вы знаете, я бы не стал забирать работу или комментировать действия Набиуллины и Орешкина. Но что хочется сказать, о чем сейчас часто говорят, в том числе за кулисами. Российский народ, российская экономика могут быть настолько сильными сами по себе, что в общем-то нам, может быть, хотелось бы меньше государственного вмешательства. Хотелось бы, чтобы в российской экономике было меньше классических экспортных товаров, как энергоносителей или вооружения. Хотелось бы, чтобы отсюда экспортировались и другие товары. Вот, например, Volkswagen 160 тысяч автомобиль в год производят, и каждый четвертый автомобиль, который производится здесь, в России, экспортируется в другие страны. Вот, допустим, тот же самый Bosch, допустим, если вы откроете капот, то увидите там свечи, которые производятся в Самаре. Это вот то развитие, которое мы приветствуем, и это то, где не нужны какие-то протекционистские меры, которые, наверное, за последние годы стали сильнее, а не слабее, как мне кажется. Вы знаете, мы не думаем, что возврат к плановой экономике – это было бы хорошо. Потому что это тупик, и в бумагах, которые готовились после встречи вице-канцлера Габриэля и Владимира Путина, комитетом восточной экономике, мы это также указали, сколько процентов автомобиля или комбайна должны производиться здесь, в России – 67 или 32. Честно говоря, для нас это странный вопрос, и, по-моему, это не совсем верный путь развития, спорить об этих процентах. Кристиан Эш, Шпигель. У меня два вопроса. Один вопрос господину Шеппо и господину Шеппо. И второй, господин Зелли. Первый, господин Шеппо. Влияние европейских и американских санкций. Здесь немецкие и американские компании могут защищаться, скажем так, по-разному. Вот какие возможности есть для этого. И сегодня также упоминался здесь транзит газа через Украину. Собственно, какие здесь могут быть компромиссы с украинской стороны. Итак, во-первых, по поводу ЕС и американских санкций. Тут есть фундаментальное различие, потому что европейские санкции – это, в общем-то, очень четкие санкции. Они сформулированы четко. И поэтому у компаний, даже если им эти санкции не нравятся, тем не менее, у компаний есть понимание, как себя вести. Американские санкции, они не сформулированы так четко. И, кроме того, из Вашингтона мы постоянно слышим о пожеланиях ввести новые санкции в ближайшее время. И это, конечно, создает очень нестабильные рамочные условия, нестабильную ситуацию. И в этом смысле инвестиционный климат в России для американских компаний это не улучшает. Потому что есть и другие регионы на этой планете, где можно инвестировать. То есть, сложность американских санкций состоит в том, что, а, постоянно существуют опасения новой волны санкций или новых волн, ну и плюс американские санкции, они находятся скорее не на уровне президента, а на уровне Конгресса уже. И это может означать, что они останутся на десятилетии. Их отличие от европейских санкций еще и в том, что они распространяются и на экономическую составляющую. Как говорят американские президенты, мы хотели бы поддерживать нашу экономику. То есть, Америка заинтересована в удорожании газа. И здесь речь идет не... С другой стороны, с точки зрения европейских санкций, Россию следует, скажем так, штрафовать не вообще, а только за ситуацию на Украине. Американские санкции скорее направлены на то, чтобы, скажем так, поставить страну на колени. И мне кажется, это не совсем правильный путь. Совсем неправильный. Что касается готовности к компромиссам. Готовность к компромиссам должна присутствовать у всех участников. И это касается не только ситуации вокруг Украины. Но, как вы уже знаете, ситуация с транзитом на Украине сейчас очень сильно изменилась. То есть, в свое время были монопольные тарифы украинских транзитов. Ну, а теперь, видимо, пора формировать тарифы на основании конкурентных, скажем так, предложений. И наличие такого трубопровода означает, что теперь это украинское предложение будет формироваться по-другому. То есть, сейчас речь идет о том, что если нужно увеличивать мощности, то теперь это можно добиться разными способами. Газпром, в общем-то, делал предложения о транзите газа. И, насколько я знаю, эти предложения отклонялись. Я читал, допустим, что Елена Бурмистрова сказала, что вот сейчас на украинской стороне есть воля к тому, чтобы активизировать, возродить эти переговоры, чтобы сделать эти переговоры более интенсивными. Германия может выступить в этом процессе в качестве модератора. Немецкий министр экономики Альтмайер также лично заинтересован в этом процессе. И я надеюсь, что развитие будет именно таким. По-моему, сейчас пришло время таких переговоров. Они могут стоять уже осенью. Потому что, в общем-то, сейчас мы уже достигли окончания первого полугодия, 2019 года. И настало время найти какой-то выход из этой ситуации. И теперь обе стороны должны прояснить свои позиции. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы Германия также вносила более серьезную лепту в этот процесс. Татьяна Чемоданова, журнал «Бизнес. Диалог. Медиа». Господин Зеле, господин Шеп, скажите, пожалуйста, вот наши страны долго, десятилетиями шли к сотрудничеству. И мы добились совместно очень многого в экономике, в торговле, в политике. Все шло хорошо. И, мало того, мы всегда традиционно знаем, что немцы относились к нам всегда хорошо. У нас даже менталитет похожий. Скажите, пожалуйста, вот в сегодняшних реальных условиях, в сегодняшних реалиях, какой все-таки может быть выход для более эффективного сотрудничества между нашими странами? Возможно ли какие-то наши совместные рамочные договоренности между Германией и Россией? Спасибо. Ну, во-первых, всегда помогает, если люди знают друг друга хорошо, знают себя лично. И это особенно помогает в моментах, в кризисных моментах. Во-вторых, когда все плохо, как сказать, подниматься к гору всегда очень мучительно и долго, и вниз быстрее. Чтобы мы опять поднялись, это будет нелегко. И понятно, что прогресс в этом плане – это улитка, значит, медленно. Но, если вы смотрите на последние 2-3 недели внимательно, что произошло в немецких российских бизнес-отношениях, я хотел бы два вещи упомянуть. Я уже говорил о меморандуме о намерении партнерства по эффективности, где очень упорная и детальная, и скрупулезная, и мучительная работа начинается, да, с вести наши бизнесы. И это раз. И, во-вторых, в России один из главных, я это называю как один из примеров, из главных горячих проблем – это сейчас мусоробработка населения, не только в Московской области или в Астрахани, но и в многих регионах. Очень недоволен за действием власти. Есть российский экологический оператор, который Денис Буцаев восклавляет, бывший вице-губернатор Московской области, мы его хорошо знаем. И фактически его первая или одна из первых поездок было в Германии 3 дня. Не только он, но два из его заместителей, они смотрели на немецкую систему дуального пункта, там пункт, там мусоробработка, там есть, мы видим большие шансы для успешного германо-российского сотрудничества, и это только один из примеров. Ваши цифры о инвестициях в Россию, они как раз свидетельствуют о том, что мы постоянно найдем взаимно выгодные сферы сотрудничества. Время на один вопрос у нас осталось. Пожалуйста. У меня кратенько. Русская служба Deutsche Welle, Елена Барышева. Вы уже упомянули про арест Калви. Я бы хотела вас попросить кратко прокомментировать результаты опроса, потому что в опросе, если я вижу, в основном относятся отрицательно к аресту Калви, но при этом инвестиционный климат, инвестиционные какие-то планы компаний немецких, это вообще никак не повлияет. Это значит, что немецкие компании себя чувствуют как бы комфортно на фоне арестов и думают, что эти аресты могут затронуть только американских предпринимателей и бизнесменов. Вот как вы себе интерпретируете результаты вашего вопроса? Спасибо. Почему в случае Калви, собственно, таким оказался, это четко надо сказать, его арест в конечном счете был произведен спецслужбами, а не ведомцы милиции. Мы, как камера, как другие зарубежные объединения экономические, такие как русские объединения в ЭПП, Борис Ситов, который является мусульманом президента и выступает за права президента. Кстати говоря, он является у нас в президентском совете, нашей торговой палаты, другие экономические, как бы. Мы, на самом деле, не можем четко определить, насколько Калви и его Беринг-Восток что-то такое нарушил. А вот что мы можем оценить и что мы требуем, чтобы это происходило в рамках процесса обычного судебного, а не тайного, не спецслужбистского. Арест Калви было действительно сильнейшим ударом против инвестиционного климата. Многие зарубежные топ-менеджеры сказали себе, если уж такое с самим Калви случилось, то это в конечном счете может коснуться и меняемой компании. Точные цифры. Сейчас я вам могу запись. Мы задали вопрос, какие вам за аресты? Майкл Калви оказал влияние на эминиционные намерения вашей компании в России. И 96% ничего не сказали. И сейчас можно сказать, ага, не так уж плохо дело обстоит. Но 4% сказали, что инвестиции отложены. А 1% сказал, что они отказались от инвестиций. То есть за короткий период мы говорим о вреде в размере сотен миллиардов евро. А если это потом еще экстраполировать, как мне друзья и партнеры Американской французской торговой палаты, что вот арестован французский гражданин, тоже не забывайте, 5 и 6 российских менеджеров тоже были арестованы. И это все, если экстраполировать, то это будет существенно экономическим ущербом и ущербом инвестиционным для России. И еще один вопрос, самый последний. Самый последний. Здравствуйте, Светлана. Реа Новости. Вопрос для доктора Зелли. Как Вы считаете, какие инструменты позволили бы защитить компании-партнеры Северного потока-2 от возможных санкций в США? Спасибо. Вопросы тяжелые очень, кстати. Почему тяжелые? Потому что я, собственно, не знаю, о каких санкциях мы сейчас ведем, Ренч. Я могу в ответ наш вопрос сказать, он дать ответ только, когда будет очень известно, какие будут введены санкции. Если на это дело посмотреть, мы сегодня должны иметь в виду, что 5 европейских партнеров являются финансовыми партнерами этого проекта. Самую большую часть этого проекта мы уже продемонстрируем. 60% этого трубопровода уже лежит на дне Балтийского моря. И, соответственно, надо себе задать вопрос. Вот цель и смысл этой санкции в мире в чем заключается? Нам остается ведь подождать только пару месяцев, и трубопровод будет полностью готов. Мы, финансовые партнеры, по-прежнему выступаем за этот проект. Я могу в ответ на вашу вопрос сказать, только дать, когда еще, какие санкции будут. И одно ясное, это необычное, то есть санкции не могут быть введены ретроактивными. Соответственно, только остающееся финансирование для Северного потока-2 и наоборот для нас дальше. А оно составляет это, может быть, и в таком случае даже и сам Газпром один в состоянии это финансирование осуществить. Мы заканчиваем нашу пресс-нассессию. Драги, коллеги. Драги, коллеги. Продолжение следует...